Приветствую вас на канале Цвет настроения. 2 января 2022 года актрисе Евгении Ханаевой исполнилось 101 год со дня рождения. Всесоюзную славу Евгения Ханаева обрела уже довольно в зрелом возрасте. И это несмотря на то, что артистке легко удавались и комедийные и драматические персонажи. Ханаева стала по-настоящему знаменитой, когда ей было уже 55 лет, после съемок в фильме «Розыгрыш», а дальше были съемки в фильмах по семейным обстоятельствам, «Москва слезам не верит» и многих-многих других. В личной жизни Ханаевой также все было сложно. Замужество не принесло и долгожданного счастья, она ушла из семьи, а собственный сын долгие годы видел маму только на экране. В справедливости ради следует заметить, что несмотря на нестандартную внешность, Евгения Ханаева пользовалась повышенным вниманием со стороны мужского пола. Так, еще будучи студенткой, Евгения загрудила страстный роман с известным спортсменом и артистом Константином Градополовым, с которым они прожили вместе в гражданском браке около пяти лет. После расставания с Константином на жизненном пути Ханаевой встретился экономист Анатолий Успенский, который приложил немало усилий, чтобы завоевать сердце девушки. Вскоре влюбленные поженились, а в 1953 году у них родился сын Владимир. Но когда мальчик учился в девятом классе, его родители развелись. Инициатором развода стала Евгения. Она ушла из семьи ради новой любви к актеру Мхата Льву Иванову. Тогда актриса пропала из жизни когда-то и близких и родных людей, бывшего мужа и сына. Она не звонила, не пыталась встретиться. Сын видел маму только на экране. Казалось, что она просто вычеркнула из жизни свою бывшую семью. По предположению коллег актрисы, отказ от общения с собственным ребенком мог быть только расплатой за любовь, которую она назначила сама себе. Ханаева ушла из семьи, исключая возможность вести двойную жизнь и лгать близким. А вот ее возлюбленный Лев Иванов из-за романа с Евгением тогда не решился бросить жену, которая на тот период времени тяжело болела. Следующая встреча с сыном произошла лишь через 17 лет. Евгения сама позвонила сыну, ему уже тогда стукнуло 32. До этого Ханаева, любившая сама водить автомобиль и попала даже не в аварию, а применила экстренное торможение, при котором у нее резко откинулась назад голова. Жуткая боль в шее пронзила тогда тело актрисы, но спустя некоторое время казалось, что все прошло. Но через полгода боль вернулась, столь сильная, что работать актрисе стало тяжело. Тогда-то Ханаева и решилась на возобновление отношения с сыном, словно что-то предчувствуя. Как оказалось, в результате смещения позвонков у актрисы развилась опухоль. В 1987 году Ханаевой предложили операцию, честно предупредив, результат ее непредсказуем. После операции актриса, к сожалению, так и не вышла из комы. Евгения Ханаева ушла из жизни 8 ноября 1987 года. Спасибо за внимание! Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цветностроение и до новых встреч!